Если среди воров в законе и попадались начитанные интеллигентные люди, то этот авторитет был явно не тот случай. Всего лишь 9 классов школы, поверхностное знание воровских традиций и сильное пристрастие к наркотикам сделали его воровскую карьеру короткой. Родился Кошелев в Липецкой области, в Селках, в 1969-м. В юности стал заниматься криминальной деятельностью, был неоднократно судим. В 1985-м в Липецке его приговорили на 2 года за хулиганство. Таким образом, с тюрьмой Кошелев познакомился всего в 16, и это знакомство оказало влияние на всю его дальнейшую жизнь. В 1987-м его осудили за хулиганство и вымогательство, и приговорили к 3 годам заключения. В 1990-м опять за хулиганство осудили уже на 4 года, а в 1995-м он получил за кражу двухлетний срок. Коронация Кошелева состоялась в Липецке в 1998-м. Воровскую семью его приняли Юрий Смыков, Хмырь, Вячеслав Крылов, Славка Крыл и Николай Зыков, Якутенок. Сходка по поводу коронации прошла в одном из ресторанов города. На встрече собравшиеся со всей страны авторитетные поры в законе решали вопрос о снятии с поста прежнего смотрящего, Виктора Олимпиева, Косолапова. Вопрос был решен положительно, а Бубу занял его место. В 1999-м Бубу попался в руки местным операм. При нем нашли наркотики, и суд приговорил авторитета к полутора годам строгого режима. На свободу он вышел в 2000-м. На самом деле Кошелев не имел большого веса в криминальной среде Липецка. Его влияние худо-бедно как-то сохранялось. Пока был жив один из его крестных отцов, Юрий Смыков, также присматривающий за Липецком. Как только тот умер от передозировки, Кошелев был также раскоронован. В 2002-м на сходке, во время передела сферы влияния Бубу побили и лишили воровского звания.